Армянское лобби и диаспора пытаются добиться прежнего внимания от США и Европы. Но их проблема в том, что Азербайджан сделал все совершенно правильно с точки зрения международного права. В его действиях нет никаких нарушений. Поэтому государственные структуры в США и Европе в целом очень тихо и спокойно приняли восстановление Азербайджанам своей территориальной целостности. ЭНКО, лобби в Конгрессе, в Европарламенте, в Совете Европы, в Сенате Франции и так далее просто сотрясают воздух. Об этом сказал доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Гетеборгского университета, Швеция, действительный член Международной академии наук Австрии Камал Макели Алиев. Одно дело, отметил он, когда за жалобами на Баку стоят реальные нарушения международного права. А Азербайджан ничего не нарушил, он восстановил свою территориальную целостность, и нет никаких лазеек для того, чтобы называть эти его шаги незаконными и несправедливыми. Армения 30 лет оккупировала международно признанные территории Азербайджана, и тот в конце концов освободил свои земли и восстановил свою целостность. Тут не к чему придраться. В условиях, пока конфликт не был еще решен, он использовался внешними акторами в своих целях, теперь же, когда в конфликте поставлена точка, ситуация изменилась. И потому к претензиям армянской диаспоры и лобби демонстрируется определенная глухота. «Отчасти это связано с предстоящими выборами. Америки не до армян. Но главным образом причина в том, что ситуация коренным образом изменилась, и поднимать эти вопросы Вашингтон или Брюссель не заинтересованы», — сказал наш собеседник. «С этой точки зрения доктор международного права считает несостоятельными предположения, что Вашингтон будет давить на Баку с целью вынудить его подписать мирный договор с Арменией без внесения изменений в армянскую конституцию». Благодаря делающимся в последнее время американской стороной заявлениям может создаться такое впечатление, но, как считает наш собеседник, у США нет возможности давить на Баку. Да они этого и не желают. У США мало рычагов давления на Азербайджан. Да, можно говорить о санкциях и тому подобном. Но Азербайджан не настолько связан с США и мировым рынком посредством крупных компаний и организаций, чтобы это могло оказать какое-то серьезное воздействие. Да США и не хотят этого делать. Обратите внимание, сколько бы недовольства ни проявлялось, Штаты никогда так далеко не заходили. Американская сторона может привести аргументы в пользу того, что не следует обуславливать подписание мирного договора с изменениями в Конституцию Армении. Может быть, у Штатов есть какие-то разумные аргументы, хотя я, честно говоря, не представляю таковые. Это требование Баку вытекает не из капризов. Это очень важный пункт, чтобы завтра какими-то другими властями Армении токсичные моменты в Конституции не были использованы для того, чтобы заново поднять территориальный вопрос. В любом случае, заставить Баку отказаться от своих требований невозможно, считает Камал Макилиалиев. Что касается вызвавшего много вопросов соцопроса Гэлла по Армении, то, как отметил наш собеседник, он разделил бы то, о чем говорят итоги соцопроса, от перспектив мира. То, что только 10% армян хотят перевернуть страницу претензий на Карабах, связано с тем, что армянский народ еще не вышел из навеянного мифами состояния, в которое его загоняли очень долгое время. А вот то, что большая часть населения недовольна делимитацией и не согласна менять Конституцию, это уже провал правительства Пашиняна. Это провал тех способов, которыми эти процессы представляются армянам. Это делается грубо, топорно, неправильно, непонятно для простого армянского обывателя. Обыватель не понимает, для чего это нужно и как может помочь Армении, а не навредить. Внесение изменений в Конституцию и делимитация – это очень серьезные процессы, и население следует информировать о них более профессионально. Что касается перспектив мира, то от мнения населения Армении они на самом деле мало зависят. Это межгосударственный территориальный конфликт между Арменией и Азербайджаном. А этническая составляющая, какие-то политические моменты – это были скорее осложнения, чем причины. Поэтому конфликт будет решаться на государственном уровне. Как решат два государства, те, кто находятся у власти в Армении и Азербайджане, так и будет. От этих политических акторов и зависят перспективы мира. Сейчас они высоки, потому что с обеих сторон есть желание достичь мира. Тут не стоит оглядываться на мнение населения Армении. Должен сказать, что в Азербайджане население поддерживает мирный процесс и выступает за подписание мира, о чем свидетельствует проведенный соцопрос. «Азербайджанский народ передал своему руководству полномочия действовать в его пользу в рамках достижения мира с Арменией», – сказал доктор международного права. «Азербайджанский народ передал своему руководству полномочия действовать в рамках достижения мира с Армении».